Давайте мы сделаем диверет-урок. Один человек хочет взять место в аренду, он хочет взять квартиру, снять в рент. И он пришел к хозяину этой квартиры, давайте его назовем Шимон, он говорит, мне нужна квартира, я слышал, что у тебя очень много есть квартир, мне надо на два года, чтобы я у тебя взял квартиру в рент. И как только он пришел посмотреть на эту квартиру, он говорит, я знаю, что в этом месте очень много воры заходят, поэтому я не вижу, почему у тебя на первом этаже нету решетки. Ты должен установить решетки, потому что воры могут пробраться через окно, первый этаж. Он говорит, я знаю, много лет здесь люди живут, еще никого не слышал, чтобы кого-то обворовали или ограбили, и никакие решетки здесь не нужны. Я, говорит, за решетки платить не буду, тебе надо, ты сам можешь эти решетки установить. И так как этот человек, который хочет снять квартиру в аренду, он боялся, чтобы его дом не ограбили, он пошел и на 6 тысяч шекелей он купил везде, поставил решетки. Хотя эти решетки это не так хорошая вещь. Почему? Если, не дай бог, в доме будет пожар, и надо будет прыгнуть через окно, или землетрясение будет, надо будет выбегать через окно, не дай бог, человек застрянет. Хотя можно кондиционер, пока будет кондиционер, который на окне толкается, уже будет поздно немножко. Потому что кондиционер там иногда крепко, он... Не дай бог, если кондиционер на кого-то упадет, хотя это переживать должны те, кто живут на шестом этаже, пятом этаже. Так как он, хозяин, лейнлорд, не хотел платить за эти решетки, то этот еврей, который поселился там, он сам эти решетки установил, 6 тысяч шекелей он потратил. И 2 года он там жил. Потом он, когда уже апартмент сдавал, он говорит, пошли в ресторан, я хочу тебя угостить. И они сидели, пили, лохаем, лохаем. И этот человек, который жил в этой квартире, он свои решетки забрал или нет? Когда уходил, он забрал эти решетки? Нет, он оставил. И вот, прошло 2 месяца, другой человек поселился в этой квартире. И тот человек, который решетку установил, кто там жил 2 года, он постучался, он говорит, да, здравствуйте, я, говорит, здесь жил до вас, я эти решетки установил, я хочу их обратно забрать. Поэтому разрешите мне, пожалуйста, чтобы я эти решетки с собой забрал, я это установил, у меня есть ресит, вот, я, говорит, это мое. Он говорит, а мне ничего лейнлорд не говорил, я вот так взял, я хочу, чтобы не трогали их. И он звонит хозяину этой квартиры, говорит, ты что, ты мне не сказал, что эти решетки, оказывается, он заверет. Он говорит, о чем мне то? Короче, вы понимаете, что происходит, да? Он говорит, если ты хочешь, чтобы я эти решетки оставил, вот тебе ресит, ты должен за них заплатить. Нет, я это бегал, я это купил, я нанял людей, чтобы они это, ты наготови, пожалуйста, если нет, я эти решетки заберу. Он говорит, нет, говорит, я когда эту квартиру взял, я взял эти с решетками, поэтому лейнлорд, он должен не трогать. Он говорит, здесь лейнлорд, тут ни при чем, это мои решетки. Как вы думаете, он имеет право взять эти решетки или нет? Итак, здесь написано. Значит, он у лейнлорда не хотел эти деньги брать, потому что он знал, что с лейнлордом нету шанса, что он эти деньги заберет. И сейчас он решил, что делать? Он нарочно говорит, что он заберет решетки. Ему эти решетки даром не нужны. Что он будет с ними делать? Но просто он хочет напугать его, что он хочет забрать решетки, чтобы взять хотя бы деньги. Поэтому здесь написано. Здесь что написано? Он должен заплатить. Он должен заплатить, говорит. Человек, говорит, должен заплатить за эти решетки. Не написано, кто должен заплатить. Сейчас, одну секунду. Рувен хочет, чтобы эти решетки остались, поэтому он должен заплатить, чем он у, это вот эти решетки. После того, как Рувен услышал то, что Рабай сказал, он говорит, я заплачу эти деньги. Но почему? Но правильно ли он сделал или нет? Он говорит, за то, что он все решетки установил, он считает, что что? Что хозяин лейнлорд должен заплатить. Лейнлорд, хозяин этой квартиры должен заплатить. За то, что люди увидели, что у тебя решетки есть, у тебя security есть. То есть, больше людей привлекало вот это, что у тебя решетки есть, что у тебя все там есть. Поэтому он говорит, что лейнлорд должен заплатить этому Рувену за эти решетки. Следующий вопрос. Один человек, он хотел продать свою квартиру. Когда люди покупают коап или кондоминиум, они покупают это на пятом этаже, на первом этаже, на десятом этаже. Но этот билдинг может упасть, правильно? Он не вечный. Вот он купил на десятом этаже. Билдинг упал, разрушился. Что теперь у него осталось? Вот, пожалуйста, берите свой воздух. У него иншуранс есть, иншуранс покроет, или будет искать поводы, сказать, что мы не покрываем, это была соленая вода, это наводнение не покрывает. Иншуранс всегда что-то ищет, экскьюз. Один человек хочет продать свой апартамент, это или кондоминиум, или коап, все вы знаете разницу между ними. И он пишет объявление, the price is very, very negotiable. Что такое negotiable? Можно поторговаться в цене. Вот это моя цена, можно поторговаться. А почему он говорит, что это можно поторговаться? Никто не говорит так сразу, что я могу поторговаться. Знаете почему? Потому что наверху его квартиры, там же много этажей, там был один человек, который психически больной. Менталый сик, не дай бог, не дай бог никому. И каждый день, два часа, в течение два часа, вечером, он бегает, он ноги делает. Окей? Он, короче, сумасшедший там живет. И этот человек каждый вечер, что делает? Или головой об землю бьется, или он рукой бьет об пол, или прыгает. Короче, это там живет mentally sick person наверху. Вы хотите купить эту квартиру, вы купите ее за очень-очень дешевую цену, но зато каждый вечер, 10 часов или 9 часов вечера, что вас ждет? Диа ноги. Прыгает, бегает, кричит. Там какой-то ненормальный человек живет, не дай бог никому. Это не от... Никто от этого не гарантирован. Хасвишалом. И даже если они поставили разные ковры там, я не знаю, кто должен эту изоляцию делать? Хозяин изоляцию сделал какую-то, я не знаю, как можно изоляцию сделать, после того, как уже там билдинг готовый, это нелегко. Много людей приходят, спрашивают насчет цены, но говорит, там есть один человек, там ненормальный, живет 2 часа, он две ноги делает. Хай-хай-хай-хай-хай, и вот никто эту квартиру не покупает. Конечно, на любую вещь есть какой-то покупатель, потому что это, знаете, кому хорошо, кто вечером работает. есть люди, которых дома нету в это время. Ночная смена, он работает вечером, ему вообще нету. Или человек, который глухой, он говорит. И вот пришел один покупатель по имени Шимон, когда продавец сказал, что наверху живет какой-то ненормальный человек, он говорит, да, конечно, это неприятно слышать, но, хай, давай мы найдем, какую цену ты мне готов дать. он говорит, эта квартира стоит 2 миллиона шекелей, и за то, что он там живет, я могу на 10% это снизить, цену, это будет миллион 800. Не, говорит, это не пойдет, это очень дорого. Хай, и так они решили, что они решили, что он продаст это за миллион 700 тысяч шекелей. Это коап или кондоминиум? Я думаю, что за эти деньги это кондоминиум, потому что для коап это очень дорогая цена, я считаю. Я не знаю, цены в Израиле, но, как говорите, я здесь тоже ценами не увлекаюсь, я просто думаю, что это... Лаахар, Хатимат, Хозе, после того, как они подписали этот договор, контракт, пришел этот покупатель к Рабаю и говорит, на самом деле, я эту квартиру себе не покупаю, но у меня есть один брат, который глухой, и его жена тоже глухонемая, они ищут мне эту квартиру, и вот, когда я узнал, что вот такая ситуация, я, говорит, я решил вот ему покупать, но я, может быть, не знаю, я правильно поступил или нет, потому что этот продавец подумал, что я себе покупаю и за то, что я должен терпеть Тахар Тухур, поэтому он мне дал на 300 тысяч дешевле, но он не знал, что я для своего глухонемого брата покупаю, это считается, что я его обманул и я нечестным образом это спустил цену сильно или это я правильно поступил? Млорошель считает, что это правильно, есть другие мнения? Полуправильно, правильно. Здесь написано, что этот, чем он не согрешил и он поступил как подобает. поэтому он не говорил, я тебе продаю условия, чтобы ты никого туда не заводил, никакое там не было условия и он не имеет права даже условия ставить. Понимаете, Потому что я вам скажу, даже если он покупал бы этому глухонемому, да, вот глухонемой, не дай Бог, он умер, он же кому-то должен тоже продать, да, он умер еще до того, как этот ненормальный человек умер. Теперь они должны другому это продать, правильно? Они же должны это продать другому, это же будет тоже дешево. Поэтому здесь эта причина не написана, но я считаю, что из-за этой причины это не считается, что он, как говорится, обманул. Я думаю, что на сегодня мы закончим наши речи, на сегодня это хватит. Всем вам хорошего дня, спасибо вам за участие.